Всем привет! Сегодня расскажу вам про видеорегистратор 70maii. Это у нас Smart Dash Cam 1S, улучшенная версия Smart Dash Cam. Сразу говорю, что примеры записи я покажу дальше в видео. Итак, поставляется она в такой черной коробочке. Сразу нас встречает антистатическая пленка для монтажа видеорегистратора. Версия у меня Китай, поэтому инструкция вся на китайском. И, собственно говоря, озвучка у него тоже на китайском. Но на 4pda вы можете найти прошивку на русский язык, либо же купить сразу европейскую версию. Так, собственно говоря, вот сам наш регистратор. Такой минималистичный. Здесь у нас его объективчик. Сейчас мы его вот так вот откроем, посмотрим. Фирменный логотип 70maii, динамики. Крепление. Крепление, кстати, достаточно простое. И если у вас была первая версия, то вы сможете просто открутить и поставить новый видеорегистратор. Так, сейчас мы все это дело обратно вернем. Поехали дальше. Здесь у нас расположилась всего лишь одна кнопка. Многофункциональная, со светодиодным индикатором. Вот он заговорил у меня на китайском. Но, как уже я сказал, это можно исправить, установив на него прошивку. Либо же убрать звук полностью через приложение 70maii. Здесь же у нас расположился микрофон. Данный видеорегистратор записывает не только видео, но и звуки, происходящие вокруг него. Микрофон достаточно хороший. Но, естественно, если будут громкие звуки, например, как вы потом можете услышать это у меня в примерах записи видео, музыка громко играла. И, естественно, динамик не справлялся. Для него это было тяжело. Поэтому звуки на компьютере будут уже хрипеть. С обратной же стороны расположился разъем для карт памяти microSD. Поддерживает он от 16 до 64 гигабайт. Классом не ниже 10. И работает он, естественно, только со встроенной картой памяти. Без нее он работать не будет. Здесь же у нас разъем microUSB для питания. И кнопочка Reset. Кстати, у него есть парковочный режим при обеспечении для него постоянного питания. Также встроен аккумулятор на 240 мАч, который будет работать во время датчика удара. Который, кстати, тоже можно настроить в приложении 70maii. Записывает это чудо. В разрешении Full HD. 30 кадров в секунду. И справляется с этой задачей он очень хорошо. Также в ночном режиме все четко видно. Примеры записи у меня будут показаны через тонировку. Поэтому, ну, в принципе, увидите все сами. Особенность данного видеорегистратора, я считаю, в том, что он без экранчика, он компактный. И запись видео у него действительно хорошая. Поэтому, я лично, пропользовавшись им полгода, могу его порекомендовать. Ну и, собственно, еще один плюс. Это фирменное приложение 70maii, в котором вы можете настроить сам видеорегистратор, настроить чувствительность датчика удара, настроить звук и время записи видео. Качество записи видео. Подключается данный регистратор через Wi-Fi. И также вы можете в приложении сделать, чтобы при включении он сразу подключался к Wi-Fi. В общем, вещь интересная. Давайте посмотрим, как же он записывает у нас видео. Чуть не забыл рассказать вам про комплект. Ну, собственно говоря, антистатическую пленку и видеорегистратор мы уже видели. Что же еще лежит у нас в коробочке? Это зарядное устройство автомобильное для прикуривателя. Вот такой адаптер. Он у нас идет на 5 вольт 1,5 ампера. В принципе, заряжает хорошо. Можно использовать не только для видеорегистратора. Ну и, конечно же, в комплекте мы ждем кабель. И он должен быть длинный. Да, это у нас кабель microUSB длиной 4 метра. То есть, данный видеорегистратор можно будет установить даже на заднее стекло. Вот такие дела, ребят. Штука классная. Советую. Ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...